Российская армия пересекла попытку вооруженных сил Украины прорваться в Беловский район Курской области. Такое заявление сделала Минобороны России. За последние сутки предотвращены попытки прорыва украинских войск вглубь российской территории. Нанесены удары по украинской бронетехнике и зенитно-ракетному комплексу в Курской области. Из-за обстрелов в последние сутки из приграничных районов Курской области эвакуировано более 8 тысяч человек. Около 6 тысяч из них находятся в пунктах временного размещения, сообщает МЧС России. Между тем, в Украине сообщают, что не наблюдали никаких перемещений белорусской техники или персонала вблизи украинско-белорусской границы. Ранее в Минске заявляли об усилении военного присутствия на местах. Тем временем в обзоре Financial Times говорится, что Россия не смогла оттеснить украинские войска в Курской области, несмотря на отправку подкреплений. Как пишет издание, с начала операции силой и техникам ВСУ продвинулись вглубь России на 30 километров. В частности, украинские войска заняли город Суджа в Курской области, недалеко от российской границы. Бои в области продолжаются 6 августа. У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места. Тем временем Россия и Украина обвиняют друг друга в пожаре на Запорожской АЭС. Об этом стороны признают, что пожар не повлиял на радиационную безопасность. Однако Международное агентство по атомной энергии предупреждает о потенциальной угрозе таких инцидентов. Наблюдатели МАГАТЭ присутствуют на территории самой большой электростанции в Европе. И они заявили, что видели сильный густой дым, исходящий из северо-западной части станции, после того, как услышали несколько взрывов в течение вечера. Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что пожар на Запорожской АЭС, который с 2022 года находится под контролем Москвы, устроили российские военные. А назначенный Кремлем губернатор Запорожья Евгений Балицкий заявил, что причиной пожара стал обстрел с украинской стороны. Возгорание произошло менее чем через неделю после того, как украинские силы начали вторжение на территорию России в Курской области, отмечает Реутерс.